Мы живем в сейсмоопасном регионе, землетрясения здесь возможны, предсказать их нельзя. Но можно сделать то, о чем я говорил ранее, оценить уровень сейсмических воздействий на каждую территорию Крыма. Для этого строятся карты сейсмического организма, они включаются в нормативные акты, в том числе и в акты Российской Федерации. Вот сейчас мы уже вошли в Российскую Федерацию, произошла адаптация наших материалов с российскими картами. Соответственно, строительство, то должно вестись на попланке, которая определяет карты сейсмического организма. Но землетрясение, в принципе, в Крыму возможно. Мы находимся в сейсмоопасном регионе и надо быть готовым к тому, что оно может произойти не такое, конечно, катастрофическое, как это было в ТОССР. Но, тем не менее, надо знать основные правила, которые при этом соблюдать. Есть ряд правил, они, вообще-то говоря, вывешиваются в интернет-ресурсах. Значит, самое спокойное место, вот на мой взгляд, особенно в наших многоэтажках, девятиэтажных, да, это не стараться, конечно же, спускаться вниз, тем более в лифтах. Лифты и лестничные пролеты, это достаточно слабые конструктивные, тем более лифт может заклинить и так далее. Самое безопасное место, это, извините, туалеты и ванны. Коробочные конструкции небольшие, там не провалятся. Проемы капитальных стен. Вот если стена, дверь, встать в прием, чтобы на вас ничего не упало. Держаться подальше от мест, где могут падать предметы, скажем, со шкафов, шкафа противности и так далее. Ни в коем случае не прыгать в окна, не находиться возле окон, потому что при деформациях могут резкаться стекла таким образом, что осколки вас поранят.